включаем запись начинается у нас значит трансляция трансляция начинается на всех остальных каналах мы опять ведем сегодня с вами как бы вебинар на многих площадках вот и поэтому еще раз хочу предупредить что тут больше буду крутить целью головой опять нужно смотреть где какие вопросы есть ориентироваться и так далее сегодня мне здесь на нашей вебинарной площадке мирополиса помогает как я понял татьяна новикова нет москва спасибо татьяна заранее поблагодарю я все время забываю поблагодарить помощников кто у нас на вебинаре работают за все прошедшие спасибо и сегодня спасибо наперед потому что без них достаточно трудно вести здесь без администрирования таким образом дорогие друзья сегодня время идет очень быстро значит я даже сегодня задумался над тем какие какие значит новости вам рассказывать потому что но очень много есть новых нюансов но это не новости что вот там это сказали ли там сказали это или вот будет это или еще что-то это тенденции которые сейчас происходят это то к чему надо быть готовыми проекты развивается надо готовиться значит к новому качественному инвестированию и к сожалению к сожалению мы не совсем готовы потому что мы привыкли что у нас есть какой-то вау-вау шоу-шоу значит а вот это а тогда давайте это самое еще раз проинвестировать настал период мы уже говорили что с 12 этапом настал период серьезного завершения проекта серьезно завершение проекта потому что вы видите сегодня вот видеозаписи которые были здесь я показывал на площадке вебинара в мирополисе уважаемые коллеги которые смотрят в контактах фейсбук и так далее вы это самое можете посмотреть на зайдя в кабинет или зайдя на информационный канал skyway capital и посмотреть новости 121 номер очень интересные новости это во первых во вторых есть видеоролик в имео где можно посмотреть значит что юнибус как новый юнибус трех модульный тестирование идет по трассе в каких на парке то есть план реализуется процесс идет и возникает много вопрос я понимаю что инвесторы устали это проект достаточно такой но это не скажем не бег на короткие дистанции не на 100 метров не на 5 километров даже не на 10 это марафон будем откровенны это естественно причем марафон с многими неизвестными вот пор прошлый раз я вам такую скользь сказал новости на счета на к сожалению не педалируется на других языках она есть только на литовском языке сегодня или вчера я сбрашиваю сбрасывал еще эти ссылки для литовских коллег партнеров чтобы они там посмотрели очень серьезный процесс затем в литве это процесс он напрямую связан с нашим процессом сегодня буду здесь показывать вам что происходит или как мы как мы понимаем процесс я старался между прошлым и нынешним вебинаром кое-какие пояснения давать в чате но я пришел к выводу и обещал что мы сегодня еще поговорим на тему инвестирования значит где мы находимся как мы прожили с 2014 года до 2018 года какие вопросы задают это полезно всем знать это есть новости хотя кто-то может сказать а что там масло в опять нового сказал да ничего я просто хорошо забытое старое или не совсем понятое или понятное старое стараюсь и под одним и под другим и по третьим углом разъяснять у нас идет процесс мы идем марафон дорогие друзья и туда весе угодно можно из значит хождением по пустыне моисея это очень серьезно я много это кощунственно сравнивать с этим но тем не менее это образно можно сказать уж это путь к путь к новому как путь к созданию это очень непросто причем чем больше мы вырастаем из коротких штанишек тем больше тем мощнее тем сильнее пытаются значит где-то нам ножку подставить где можно и где нельзя все равно это пытаются делать это есть новости я не хочу и здесь вам как бы новым как бы жаловаться это процесс это реальный процесс это те кто в бизнесе знают что это все не просто мир бизнеса очень жесткий мир тем более мир бизнеса когда люди понимают какими мощными проектами дело связано ближайшем будущем вот и мы это готовим поэтому давайте будем очень профессионально к этому делу подходить вот и относиться теперь что еще очень важно на мой взгляд отметить так вот в литве президент она повязла по самые ну скажем уж и если не выше по самую макушку в коррупционной схеме получение взяток это открыто министр транспорта объявил значит потому что его там начали прихватывать он это причем тут я я получал конкретные распоряжения от министров для на получение очень крупных сумм взятки за от сименса и вздает вообще вопрос а как вообще пролоббирована было пролоббирован мощнейший европейский проект миллиарды до миллиарды евро миллиарды евро я даже не буду называть сумму чтобы не упасть с туго строительство абсолютно значит ну не буду опять таки давать оценок это не моя задача сегодня real baltic это линия и сталина пока это значит такое планируется скоростная железная дорога абсолютно прошлого века или начало ну да практически это все было еще в начале и в конце прошлого века уже и сегодня ничего нового нет мощнейшая плотина дамбы в транспортной плотины вот этой высокоскоростной или не изменяюсь это не только просто скоростная типа значит аллегра или типа вот этих самых будет предполагается что он будет ходить между таллином и начало таллина там через ригу через литву в польшу из польши берлин и в конечном итоге предполагалось до парижа но извините там такие затраты абсолютно необоснованы это страшный урон нанесение урона природе это анатолий дар всегда говорит что смотрите построить железную дорогу просто это это уже мощнейшая плотина закапывается там на 5 10 15 20 до 20 метров землю до 20 это трех это девятиэтажный дом понимаете практически восьми девятиэтажный до 25 метров где-то проходит плотина перекрываются все так называемые водяные прочие в общем одним словом вся экология рушится на пути причем там целый цирк это об этом можно долго говорить это такая новость и теперь выясняется откуда ноги растут у этого проекта понимаете не это причина сегодня мне как раз спрашивали из китая объясните а что там такое что вот мы смотрим у вас там на этом меморандуме в плане финансирования 2017 год завершение 15 этапа вы вообще находитесь на каком на двенадцатом мы узнали этапе а еще а уже 2018 год и вот я объяснял сегодня что вы они города вы молодцы чтобы вообще продвинули смотрите вы прошли за этот период очень мощный путь теперь понятно теперь мы знаем как этому относиться как этому готовиться к предстоящему сотрудничество потому что китай очень непростая территория но они понимают что нужно открываться нужно там внутри страны начинать адресные проекты там можно только так делать и это даже там не просто понимаете там даже не просто там нельзя даже вообще заикнуться что кто-то там использует там элементы создания каких-то структур по методу многоуровневого маркетинга и так далее то есть это тоже очень с одной стороны передовая страна другой стороны есть много ограничений и для того есть причины социально экономические политические проект причины внутри государства вот вот новости дорогие друзья но еще новостью является то что мы вот обучение показывали сегодня здесь прошло прошел прошло обучение значит и там youtube плохо работает конечно достаточно не хорошо работает нет видео пока нету видео я вам не показывал дорогие друзья в этом в контактах и на других источниках связи лучше выходить в мимо там получите это комментирую сейчас в в контактах мне задали вопрос там группа 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 инвесторов youtube 3 но да youtube тормозит дорогие друзья итак смотрите значит и мы идем с вами да 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 окей значит давайте сейчас не будем адрикации дима значит и все это абсолютно такие процессы которые надо понимать нужно готовиться и отсюда проистекают ответы на вопросы когда когда-то я понимаю что кто-то действительно ждет когда можно какую-то часть акции или может быть даже все акции продать но прижало есть до жизнь такого ничего не скажешь значит кто-то значит входил и не совсем разобрался ну что грека-то и не совсем разобрался и думаю о сейчас он тут один цент инвестирует получит взамен значит один доллар акцию на один доллар и у него там или он инвестировал там 100 долларов получил 100 тысяч акций как вариант да и очень довольны и думает вот сейчас я их продам сделал шикарный бизнес да но для этого надо подождать да и я говорил и сибиряков говорил и бабурин то говорил то значит там разъяснял что посмотрите так и так различные процессы естественно дорогие друзья но дело то в том что процесс идет и мы постоянно продвигаемся шаг за шагом смотрите видео к сожалению наше сообщество не смотрит а дискутирует значит старается отвернуться в сторону начинать про спейсвей про около от с значит разговаривать это хорошо это хорошо когда вы видите что есть еще перспектива но к ней надо прийти как я сегодня в чате написал к ним или к следующим проектом мы придем через проекты skyway через завершение каких на парка через завершение технологии через то что мы начнем и уже начинаем делать адресные проекты я не имею права сейчас сказать есть адресные проекты которые уже делаются это не значит что лопату кто-то там или ковш бульдозере ковш бульдозере время нож бульдозера или ковш экскаватора в землю вагнали нет но делается очень документация на самом высшем уровне и что тут греха дарить самое самое подготовлено документации практически можно начинать работы в австралии вопрос только финансирование значит и сообщества инвесторов сообщества инвесторов сегодня не готова инвестировать для того чтобы не зная выгодно это проект или нет и особо рекламы то не нужно для рекламы сейчас затратить 10 миллионов в австралии это не совсем правильное решение когда нам нужны средства совершенно других местах до австралийцы значит там есть свои нюансы вот и поэтому собираются инвестиции как только будут так про проект сразу же завтра начнет понимаете да вот но с мир минимальными рисками не надо ломиться в стену и надо ломиться через закрытые ворота или при открытые ворота все должно сложиться вовремя и тогда пойдет процесс дальше и это очень важно понимать ну да 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 имеет мы везде к сожалению или к счастью некоторых вот значит что тут еще у нас у нас тут еще есть дорогие друзья вопросы пока пока нету skyway capital на youtube да youtube 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 компании и так давайте тогда перейдем к сегодняшнему вебинару я сейчас о доме не буду скорей я остановлюсь на том на чем мы прошлом году а значит с вами извиняющаяся переносит 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 для наших на двадцать втором принципе и после этого приду обратно будут сразу же после этого буду отвечать на вопросы потом перейдем в двадцать третьем двадцать четвертом двадцать пятому и к концу нашей сессии закончу все принципы сегодня хотелось бы закончить повторим 22 принцип дорогие друзья командной работы это принцип принципы все от первого до тридцатого они рабочие мы это не является догмой они являются стартовыми принципами мы их пути от путь очень длинный как и уже сказал путь у нас значит к от тест орбитальной транспортной системы если если можно так сказать но мы идем по skyway по транспортной по транснет создание транспортной сети на матушке земле причем транспортной сети которая экологична вот я вчера был в хельсинки вы не представляете там они задыхаются вот мы из порта ехали для на место переговоров вместо 15 минут когда-то вот буквально это было 15 вчера мы ехали час 10 минут все да там есть ремонт идет и так далее но это факт и финны говорят что срочно надо что-то предпринимать даже уже трамвай не спасает мы ехали правда машине вчера вот и очень серьезно это стоит поэтому принципы они будут зарабатываться что-то будет иссякать что-то станет неактуально но вот эти 30 принципов они сегодня для нас актуальны команда которая разработала команда правления приняла их и мы сейчас доводим вот для нашего сообщества инвесторов для тех кто заинтересован и кто строит имеет команды и кто может быть планирует это делать 22 принцип приверженности лояльность рождают страсть мы говорили об этом каждый участник команды неповторим это факт имеет свои сильные стороны имеет свои одаренности имеется и слабые стороны развивать нужно свои сильные стороны кто-то не скажет нет надо слабых не надо уделять от природы значит данные слабые стороны усиливайте свои сильные стороны работайте со своими слабостями с опасностями своими работайте используйте свои таланты и направляйте туда но у нас есть нечто общее у всех мы делаем наше дело с приверженностью общей цели если мы это не будем делать в результаты сделают кто-то другой результаты отодвинутся не волнуйтесь и так появится много факторов которые будут работать на то или будут влиять на то чтобы результаты сроки отодвигали но если мы и дело будем опустив рукава значит запутавшийся и так полусонно делать но о чем мы говорим и лояльность проекту делаем со страстью это наш принцип принимаешь ты в команде не принимаешь сиди в стороне смотри это твоя роль ничего не поделаешь насильно никто ничего не будет делать и не надо этого делать теперь перехожу быстро к вопросам которые были и вставал чате вопрос значит что начинаем еще вот после лояльности и страсти хочу сказать что такой как бы ну те девиз что ли мой проект skyway и мой вклад в завершение сертификации технологии через что через ориентир на адресные проекты это путь к моим дивидендам вот где путь к моим дивидендам никак не иначе не то что где-то кто-то передернул какую-то сумму получил какие-то там инвестиции получил там на счет что-то аванс или еще что-то мы еще придем к этому и вот смотрите что здесь получается здесь получается такая вещь что инвестиции давайте посмотрим казалось бы все очень просто инвестиции сейчас я весь возьму стрелку значит инвестиции куда они идут века технопарк каков путь как как мы инвестиции связаны с созданием моего благополучия давайте посмотрим экотехнопарк технологии мы в это инвестируем инвестиции они вторая серия когда мы это сделаем а это уже практически на завершающей стадии это уже здесь на завершающей стадии до главной технологии у нас все есть нет только высокоскоростной трассы и суперскоростной которые не планировал но это мы сделаем со временем и это уже нам позволяет использовать и начинать привлекать инвестиции к адресным проектам вот к этим адресным проектам дорогие друзья здесь здесь опять инвестиции к адресные проекты и это является источником моего благополучия предпосылка являлась только инвестиции в экотехнопарк и технологии это предпосылочные условия я пошел я начал это делать для того чтобы на проекты начались бы адресных проектов началось строительство и пошел доход то есть от адресных проектов извиняюсь от адресных проектов доход пойдет дальше пойдет доход мы получим прибыль не мы а адресный проект получит прибыль эта компания которая ведет адресный проект первый или н-ный проект неважно получит доход она получит вычтет все расходы получит прибыль и 20 процентов уйдет на дивиденды евразии на релс к висис н холдинг холдинг 2 это ясно выплатить дивидендов акционеров только из прибыли из той которая выделить только через адресные проекты понимаете да и теперь когда люди задают вопрос а извините значит выкупать акции да вот кто-то говорил что мы будем получать авансовые значит платежи и давайте и будем через это поможем до теоретически это можно сделать это денежный поток через который можно что-то сделать но смотрите дело в том что сейчас я перескочу и там дело в том что у нас несколько другой другая логика источники выкупа акции от акционеров до выхода на айпио что можно здесь сделать так чтобы за это ну скажем так не было неприятностей потому что будьте уверены за всем этим процессом очень внимательно следят очень внимательно даже более внимательно чем мы предполагали и не дай бог мы где-то допустим какую-то оплошность до нас просто размажут понимаете весь проект могут размазать из-за того что мы где-то очень сильно оступились и вот смотрите какие здесь есть слабые места и какие есть возможности опять-таки инвестиции пошли в адресный проект то есть здесь я показываю сейчас вот эту вторую часть вот они эти инвестиции вот сейчас отсюда иду дальше но уже рассматриваю несколько в другом ракурсе чтобы мы лучше понимали и меньше было бы в будущем вопросов хотя бы у тех кто сейчас слушает этот вебинар или будут его смотреть уважаемые коллеги друзья будут смотреть записи значит смотрите что здесь есть инвестиции слева направо и авансовые платежи да естественно есть авансы и платежи это денежный поток и значит в хирма компания которая управляющая компания ведет адресный проект 1 она получает деньги у нее есть какие-то взаимоотношения с глобал транспорт инвестмент и она значит может теоретически она может направить какую-то часть авансовых платежей по скажем договоренности с глобал транспорт инвестмент не с евразии на русской ассистент холдинг холдинг 2 нет эти компании не занимаются никакой хозяйственной деятельностью она просто может зарезервировать часть а на выкуп акций теоретически вот но реально реально дорогие друзья вообще-то процесс идет таким но потом будет масса проблем вы же понимаете что за адресным проектом один стоят не инвестиции инвесторам не только наши не только тех кто технологию инвестировали понимаете и там начинается конфликт интересов извините мы собрались комнате 100 акционеров предположим 100 акционеров половина из них те кто инвестировали в головную или в основную технологию строили вот вот сюда видите да вот сюда инвестировали Получили вот здесь экотехнопарк, технологию, сюда инвестировали и готовили все будущее. А вторая половина тех, кто инвестировали только в адресный проект 1, они скажут, извините, обождите, а с какого это деньги направляются в выкуп каких-то акций? Как это связано с адресным проектом 1? И будет очень большая неприятность. Причем это может быть среди 100 или 50 других инвесторов, там могут быть 2 очень крупных инвестора. И вы понимаете, как это может все выглядеть. И совершенно другой момент, дорогие друзья, если мы здесь пойдем, во втором случае, если мы здесь пойдем, значит мы пойдем путем нижним, красная стрелочка. Видите, по красной стрелочке мы идем в адресный проект. Из этого проекта, любой, первый, второй, третий, а, энный проект, получаем доход, высчитываем прибыль. 80% у нас для развития и разных других целей. Мы отсюда забрали из этого дохода прибыли 20% на дивиденды, отложили, подвели черту. И у нас осталось 80%. Вот из этих средств компания может направить в будущем деньги, какую-то определенную часть, на выкуп акций от акционеров, если еще компания не на IPO. Если компания еще не на IPO. Понятно, да? Все остальное очень проблематично, дорогие друзья. И этот процесс, ну скажем так, такой склочный, неприятный, санкционный и так далее. Вместо того, чтобы делать адресный проект, мы будем заниматься юридическими склоками и судами. Вот, совсем другое дело, совсем другое дело, если аванс, не аванс, извиняюсь, а прибыль зарабатывается нашим сообществом, неким, скажем так, не строительным проектом, а криптопроектом, и мы получаем там прибыль. Это совсем другое дело. И эти средства мы можем направить на то, чтобы часть из прибыли направить на выкуп акций. Но это напрямую, эта деятельность не имеет права быть связанной, вот, скажем, с прибылью полученной за счет выполнения конкретного адресного проекта. А вот за счет размещения, значит, токенов под конкретный адресный проект можно найти возможность. По крайней мере, так говорят юристы. Но это еще надо подготовить. И вот здесь надо смотреть, как дальше жить. Поэтому, и важно, и здесь еще раз обращу ваше внимание, дело в том, что адресный проект, еще кроме всего прочего, я уже говорил, но еще раз обращу ваше внимание, это ведут управляющие компании. Адресный проект 1, 2 и N адресный проект. И эти управляющие компании, они не имеют права, это подсудное дело, направлять куда-то в другую сторону эти деньги. Если это особо не оговорено в договоре на инвестирование и развитие конкретного адресного проекта. Теоретически, возможно, если понадобится, возможно сделать вход. Но это не является кому-то там, Иванову, Петрову, Сидорову или Маслову. Обещаем, что посиди, мы начнем адресный проект, Вова, и мы тебе сделаем, или там акционеры такие-то, мы вам сделаем выкуп. Нет. Значит, надо получить реальную прибыль, правильно построить схему и осуществить выкуп. Можно сделать просто сброситься, понимаете, создать компанию, сброситься, сброситься, понимаете, по сто. То есть тысячи человек сбросятся там по тысяче, это уже серьезные деньги, это уже миллион. И на миллион можно очень много акций выкупить и очень многих осчастливить. Как вариант. Почему бы и нет. Если бы сейчас, например, мне нечего было бы делать, я бы занялся этим бизнесом. Это бизнес. Как вариант. Это вполне возможно. Но тогда для этого надо создать соответствующий бизнес-план, создать юридическую основу, договориться с компаниями, головной компанией и это дело осуществить. Вот и все. Это к разговору и новостям по поводу возможности выкупа или не выкупа, или различных схем. Теперь еще раз о сроках, дорогие друзья. Я сейчас перейду, значит, третий вопрос, который я хотел тоже с вами рассмотреть сегодня. Это все навеяно вопросами, дискуссиями в чатах, на встречах, в вопросах с различных регионов и так далее. Еще раз о сроках, о продолжительности процесса и мои прогнозы прибыли для дивидендов. Значит, смотрите, каковы прибыли. Все очень просто. Я предполагаю, что в этом году мы начнем адресные проекты уже финансировать не только проектирование, а финансировать реально подготовку строительства. Но ни один адресный проект еще, скажем, не созреет до такой, практически до такой стадии. Разве что вот австралийские еще пару проектов до такой стадии, что значит, но австралийский, извиняюсь, это неприбыльный проект. Поэтому его давайте не рассматривать как стандартный. И поэтому, что они в этом году созреют. Реально на следующий год, да, есть целый ряд проектов, которые созреют для того, чтобы на следующий год начать и в течение года практически сделать. Но уже прибыль и все прочее пойдет с этих проектов только в 2020 году. И тогда эти средства можно рассматривать как средства по этой схеме, которая здесь перед вами сейчас стоит. То есть здесь будет не на выкуп, а выплата дивидендов акционерам Евразии НРК и Синс Холдинг 2. То есть пройдет эта цепочка от адресного проекта до этого события. Это раз. Теперь, как я уже сказал, что касается выкупа акций, опять-таки мой прогноз, это вопрос именно отвлечения внимания и усилий на то, чтобы это сделать. Я знаю, что Анатолий Дарвич очень трепетно относится. Он неоднократно говорил, что постараемся сделать все возможное, чтобы те, кого приспичило из акционеров, могли бы немножко подтянуть, ну как бы на поддержку штанов, если так можно сказать, в народе так говорят, найти средства. Какое это решение будет? Я думаю, что это решение будет в этом году обязательно. Это мой прогноз, я не берусь, никаких решений нет, нигде. Это мой прогноз, и я думаю, что это жизненно необходимо было бы в компании это сделать. Понимаете, да? Теперь следующий момент, это мои прогнозы. Еще раз о связи моих инвестиций, моих, твоих, любых инвестиций в 2014, 2015, 2016, 2017 годах, видите, уже 4 года, годах с инвестициями до конца 2018, и главное, с возможностью привлекать инвесторов. Вы понимаете, дело в том, что мы, как я уже в начале говорил, находимся на стадии, когда проект завершается. И теперь каждый, мой, я здесь задаю вопрос себе, мой вопрос именно мне, и каждый из нас должен задать этот вопрос себе, что как связаны мои инвестиции, которые я делал тогда, с тем, что я мог бы или должен сделать в этом еще до конца этого года. Могу я там, не могу, и как я это мог бы сделать? Значит, это очень напрямую связано. Если я позиционируюсь, и я обращу ваше внимание обратно вот к этому принципу, 22 принцип, то я вполне могу рассматривать это дело таким образом, вам тоже покажу 22 принцип. Это принцип, где говорится о лояльности и страсти к проекту. Но если мы так называемую эмоциональную составляющую отведем в сторону и вернемся обратно к рациональной составляющей, экономической составляющей, то, извините, я начал в числе со всеми вами, начал свой путь инвестора, осознанный путь инвестора не в 2014, а в 2015 году. И я постоянно думаю о том, что я мог бы еще сделать. И как хорошо в чате у нас инвесторы говорили, что, дорогие друзья, а женщины они очень практичные. Там было высказывание, что смотрите, каждый или сколько там нас найдется, кто по 100 долларов проинвестирует, и будет очень серьезная сумма. Понимаете? Это если мы сами сделаем, но у меня, у тебя, у нее есть резерв, есть как минимум возможность найти два знакомых. И встает вопрос, ленишься ты или иссякли все твои знакомые, значит, поройся и всегда еще раз найдешь в телефонной книжке, в записной книжке. Глаза надо открыть, надо гореть проектом, постараться освежиться и не можешь сам привлекли людей. Поясни им, разъясни, что, какие возможности. Ты сделаешь три добрых дела. Во-первых, ты себя решишь, свою задачу, ты поддержишь свой бизнес, который мы вместе ведем. Ты поддержишь двух человек, дашь им возможность войти в этот проект. Хотя бы минимально, потому что я больше чем уверен, что, естественно, выгоды, которые мы пока видим там на облаке, они реально будут. Но это потребует еще какое-то время. Поэтому возможности, дорогие друзья наши, очень четкие, привлекательные инвесторов, еще раз подумать, что я могу сам сделать. Потому что сегодня, сегодня я не уверен, что мы все плавно будем идти 13, 14, 15 этапов. Да, я так, опять-таки мой прогноз, грядут переходы через этап. Грядут, потому что очень серьезные инвесторы знакомятся, готовятся, стараются, значит, стараются войти в проект. Идет уже такая серьезная, серьезная, как бы, ну, не толкотня, а серьезная примерка. Вот. И процесс идет, и это очень важно. Поэтому очень серьезно здесь надо подумать. И это задача нашего сообщества. Я не агитирую, хотя, в принципе, в какой-то степени я заинтересован. Потому что от этого зависит и моя личная выгода, если ты, ты, или он, или она, или вы серьезно подключитесь к этому. И, скажем, доведем Эко-технопарк до состояния, когда можно дальше идти уже с адресными проектами серьезно. И мы сейчас идем серьезно, но уже более интенсивно. Потому что на нас сейчас еще лежит задача проведения целого ряда сертификаций. И этот процесс тоже идет. Есть тут вопросы, значит. Так, может, хватит уже ЭТП перестраивать. Никто не перестраивает, Татьяна, в Санкт-Петербург. Может, пора уже самим адресные проекты запускать, а то строим, перестраиваем Экопарк, строим ради Экопарка. Не-не-не, вы ошибаетесь, дорогая Татьяна. Дело в том, что Экопарк мы не строим, не перестраиваем, мы его строим и создаем. Это опытно-экспериментальный полигон до момента, первый раз, до момента, когда он будет сдан в эксплуатацию, мы отрабатываем, испытываем. И это очень серьезный больной процесс. Никто никогда в мире еще этого со Скайвей не делал. И Скайвей никто не делал. И этим мы опережаем всех, потому что, вы знаете, я имел счастье, значит, работать, консультировать в 80-е годы прошлого века, 1988-2 до 1988 год, очень интенсивно, предприятия легкой промышленности. Там экспериментальное производство, то есть, знаете, там что такое рушат? Сапог сделали, его тут же разобрали на детали, переделали, сделали колодку, не подошла, не подошел шов, не подошла подошва, разобрали, сделали снова. То же самое, понимаете, пальто, пиджак, костюм, тоже все делается в экспериментальном, опытном производстве и затем только выходит с новой моделью, с новым изделием. То же самое здесь, но в более крупных размерах, в более серьезных размерах, где автоматика, где металлоконструкции, где отлаживаются, значит, режимы настройки транспортной магистрали или путеводов и так далее, и так далее. Это очень всю инфраструктуру надо выстраивать, поэтому мы не занимаемся перестраиванием и так далее, Татьяна. Я надеюсь, что я вам прокомментировал и вы поняли, о чем я говорю. Виталий, когда будет строить первый адресный проект, обещали много стран, Россия, Беларусь, как обещали, они и есть, адресные проекты, они готовятся. Я надеюсь, что вы внимательно, Виталик, меня слушали, что адресный проект, он каждый проект требует, у него есть стадии или фазы, предпроектные фазы, и это занимает от 6 месяцев до 1,5 лет. Теперь начинать предпроектную фазу, не завершив, то есть мы практически серьезно имели право и начинали проект делать только в конце прошлого года, так в основном шли только примерки и подготовки. Потому что предпроектные, вот если сегодня у меня здесь есть заказчик, то серьезный заказчик, как и было в Индии, как в Арабских Эмиратах, только в середине прошлого года, к концу прошлого года были сделаны заявки на то, чтобы готовы компании, готовы партнеры начинать рассматривать и готовы подготавливать, делали даже некоторые авансовые платежи под адресные проекты. Они начаты, но строить-то, чтобы пропроектировать, надо где-то 1,5-2 года, от 6 месяцев до 1,5-2 лет. Это достаточно большая стадия, даже я думаю, что будут проекты, у которых предпроектная стадия будет длиннее, чем строительная стадия или строительный этап. Это вполне реально, сейчас мы сталкиваемся с этим, и в таллиннском проекте, ну вот так мы уже чувствуем. Я даже вот так вот начинаю понимать, что предпроектная стадия значительно длиннее будет, чем строительство само пилотного проекта. Дальше, Зигмарс Рига. Что там Зигмарс хочет? Привет, Владимир, вам есть информация про аэресные проекты. Сколько еще денег надо? Вы знаете, Зигмарс, вы знаете, и у вас есть эта информация? Зайдите в кабинет, посмотрите финансовый план. Финансовый план очень четко показывает, что на каждый этап 12, 13, 14, 15 нужно еще по 25 миллионов. Вот сколько нужно для того, чтобы завершить, нормально сделать. Вот, и это в основном средства на строительство высокоскоростной и сертификацию, строительство и сертификацию высокоскоростной трассы. Вот основные средства. Там, значит, кто-то задал вопрос, что верните бабло, чидал их. Ну да, понимаете, конечно, интересная позиция. Ну что ж поделаешь, если человек так задает вопрос, значит, у него есть свой опыт, вот, и он попал не туда, куда мог бы попасть. Я сожалею, уважаемый, кто там был, Денис, не видно тут откуда он, Соловьев, вот, и с какой целью ходил. Вы знаете, я навеял такую хорошую мысль, или не мысль хорошую, а нехорошую, значит, логику. В Австрии, значит, финансовая полиция задает вопрос, вернее, там подстроено, не подстроено, неважно. Может быть, это и реальный человек, я не исключаю, да, есть люди, которые задают вопрос. Вы знаете, я вложил деньги, посмотрел на одном из каких-то там чатов, или где-то, бог знает, где он это видел, значит, что там кто-то обещал тысячу процентов дохода на мой вклад, тысячу процентов. И я сейчас считаю, что я это не получил в течение года, я считаю, что это пирамида. Я пишу, дорогие друзья, вот, если бы вы получили бы в течение года с транспортного проекта, у которого есть вся документация, он прозрачный, получили бы тысячу процентов дохода, вот это была бы пирамида, потому что из ниоткуда деньги не получаются. Да, тогда надо было бы кого-то надуть, чтобы кому-то дать деньги. Все правильно. В данном случае, дорогие друзья, все средства идут в реальную капитализацию, поэтому это, пожалуйста, не к нам. За опоздание теперь я с вами. Спасибо, спасибо, дорогие мои. Вконтакте или кто там, да, Вконтакте, спасибо. Значит, сколько, так, еще кузнецов, так, да, хоть один уже построить можно. Можно, Виталик, можно построить, и нужно построить, и к этому идем, потерпите. Поэтому, дорогие друзья, продолжаем инвестировать, ждать выхода на IPO. Да, да, Кузнецов Вадим Алексеевич, вы абсолютно правы, мне нравится ваш настрой, и это конструктивно, по крайней мере. И это не обязательство, это каждый смотрит, каков его вклад мог бы быть, чтобы он пошел дальше. И о возможностях я говорил, они абсолютно разные. Не можешь инвестировать, пожалуйста, сам привлекай людей. Не знаешь, как учись. Не хочешь учиться, привлекай людей. Пригласи тех, кто умеет, учись. И так по кругу, и это все возможно. Кто-то говорит, что зачем мне учиться, это мне скоро не нужно. Да, если ты не ориентирован на это, если ты готов метаться по жизни, как белка, пожалуйста, да. Ты можешь сидеть в стороне, жди. Такой вариант тоже возможен. Теперь, значит, а сколько можно инвестировать? Можно, сколько, ну сколько можно, сколько инвестируйте. Скоростную так строить и не начали. Но у нас проектирован, Виталик, понимаете, вы знаете, почему ее не начали строить. Вот, есть разная информация, так что в ближайшее время начнут строить, договора подписываются. А это 20 дороги надо, а еще зима скоро. Ну и что? Обещал объявить, где будет строить скоростную. Объявит. Прошло уже более двух месяцев, еще больше, даже не более двух, еще больше прошло, чем два месяца. Информации нет. Значит, нельзя, Виталик, об этом говорить. Понимаете? Партнеры запрещают точно говорить, где будет высокоскоростная трасса. К сожалению, это так. По крайней мере, в Марьиной горке ее точно пока не будет. Теперь, Вадим, шасс на носу, экофест и многое еще узнаем. Да, что-то узнаем, что-то уложится лучше. Владимир, в прошлом году вы обещали уже дивиденды. Виталик, вы или в носу ковырялись, я прошу прощения за такое сравнение, или вы ворон считали. Вы вспомните, что я обещал за две. Я вам объяснял, что в бизнес-плане написано, это вы увидите и сегодня, не только в прошлом году. Если вы откроете бизнес-план, таблицу 9.1, там, да, там расчетно. В 2014 году, или в конце 2013 года, планировалось, что, завершив в 2017 году строительство, завершив, повторяю, Виталик, завершив в 2017 году строительство технопарка, сдав его в эксплуатацию, завершив сертификацию всех, к тому моменту, технологий основных, да, начав проекты строительства в 2018 году, по результатам 2018 года, реально получить прибыль, которую в 2019 году можно распределить. 2018 год еще не завершился, поэтому не будем пока говорить ГОП, пока не перепрыгнули. Там видно будет. Поэтому, но сегодня я, и никто вам, и ни тогда, ни сейчас, не может, и не имеет права сказать, да, все гарантированно. Когда процесс будет налажен, тогда мы сможем более эффективно, более реально прогнозировать какие-то события. Пока мы делаем предположения, взвешиваем, анализируем, для того, чтобы понимать, как и куда идет процесс. Строки. Да, показывал, я вам объясню. Сдать ли дивиденд в этом году? Ждите, ждите. В этом году вы точно не получите, но по результатам сегодняшнего года, этого года, нынешнего года, я не исключаю. Это покажет, скажем, экономика. Как Ип. Владимир говорил о дивидендах. Да, спасибо, Артур, правильно. Так по 100УЕ не проблема, только где развитие, где строительство АП, только обещание. Ну, что я вам могу сказать? Вам уже там отвечали, Виталик. Мне жаль, что вы так настроены. Посидите, подумайте. А это правильно. Так, сколько? Эко-технопарк, первый адресный проект. Да, правильно, Татьяна, тебе. Это первый адресный проект, это факт. Вы обещали уже дивиденды, так, еще раз Виталик повторяется. Это какой-то Виталик туда затесался, давайте на него энергетику уже больше не тратить. Полякова, Дмитров, так, все, давайте тут не перераговаривать с ним и не отвлекать. Он нас сильно отвлекает, этот Виталик. Татьяна, посмотрите, Татьяна Новикова, посмотрите, Виталик, а там он что-то начинает здесь глупости говорить. Пусть Денис найдет пункт в договоре, где компания должна вернуть деньги, во-первых, что за люди, другие долг, и туда обыгали. Непонятно, в каком разделе в кабинете находится финансовый план. В разделе документы, в разделе документы найдете финансовый план, все, что надо. Да, а уже ответила Татьяна на это, спасибо. Так, что у нас, основные деньги, так, Татьяна, сам Татьяна Новикова, основные деньги сейчас должны собирать на высокоскоростную. Да, практически на эту, и на завершение сертификации, там тоже еще есть, ну, скажем так, процессы, которые куда еще нужны, средства. И производство, дорогие друзья, производство, вы же понимаете, вот мы пришли бы, значит, очень много не было запроектировано, по созданию производства, когда делался бизнес-план. Трудно было предвидеть всего, это возникло в процессе реализации проекта, и поэтому надо очень четко понимать, что часть, это не какие-то там баснословные средства, нет, капитализация идет приобретение и выстраивание производственной базы. Зачем она нужна? В первую очередь, да, это предусматривалось, но не в таком объеме, потому что похоже, что очень много, сейчас у нас практически есть производство, которое к концу этого года, к концу этого года будет способно, будет способно, настроено на выпуск до 10 тысяч унибусов, или, скажем так, транспортных модулей в год, правильно так сказать. Вот, а там разные вещи могут быть. Вот, и поэтому это надо понимать, дорогие друзья. И плюс, то есть средства еще идут и на это, значит, в денежном потоке. А в целом на подготовку к проектной документации практически готова, ее надо будет просто привязывать уже теперь, это дополнительные расходы, кстати, конкретному месту, где будет, причем их два пока рассматривают, куда будут привязывать проект высокоскоростной трассы. Значит, кто там у нас еще есть? Кто у нас там еще есть? Так, есть. Так, есть ли еще? Нужно понимать вообще, что нас ждет после реализации такого, чего я не видел никогда еще в своих. Да, многие не видели, естественно. И все новые проекты, значит, они такие, которых еще никто никогда не видел. Масштабы колоссальные, и все очень непросто. Так, и теперь есть там еще ваших целевых клиентов и партнеров в интернет-бизнес. Приход по 30 человек за трое суток. Ну, где как, я не знаю, кто там такой вопрос задает. Там есть и более, больше людей. У нас постоянных, скажем так, можно сказать, что где-то от 24 до 32 тысяч постоянных инвесторов, которые считают этот бизнес своим, вернее, считают этот проект своим бизнесом. Похоже, что у них это количество в статистике постоянно крутится. А всего инвесторов, всего инвесторов более 300 тысяч уже. Крепко больше 300 тысяч. Так что потенциал колоссальный. И команды работают над этим, потому что команды лидеров, вот, которые проходят обучение, там принято правление, приняли, скажем, задачу пять раз в концу года, пять раз вырастить, быть способными в пять раз больше инвестиции, как бы обеспечить инвестиции, объемы инвестиций. Не только в этот проект, ведь смотрите, что же вы думаете, только в этот проект. Ведь для адресных проектов тоже нужны инвестиции. Инвестиции вот они здесь, они тоже нужны будут. И инвестируя уже дальше, инвестируя в адресный проект, видите, да? Вот он, инвестируя в адресный проект, вот он здесь. Авансовые платежи, другие платежи в адресные проекты. Мы работаем на свои будущие дивиденды. Мы начинаем, сегодня завершаем этот этап, сегодня мы, или в ближайшее время мы завершаем, экотехнопарк и технологию сертифицируем, да, и дальше мы приходим на следующие, инвестиции ЭДИ, инвестиции ЭДИ. То есть мы начинаем инвестировать в адресный проект. Так что впереди еще много чего интересного и важного. Итак, у нас тут время, значит, подкатывается. Есть ли вопросы, сейчас не вижу, так, спасибо, там интересная тема, значит, разворачивается с вопросами. Смотрите, перейдем тогда быстро, быстро перейдем на последний, значит, 23 принцип. Умение понимать психологию, распознать типы и опора на качество людей. Да, если ты не инвестор, если ты не хочешь в команду входить, тебе это не важно. Но как только ты позиционируешься, что ты в проекте, ты лоялен проекту, ты горишь проектом, надо это знать. И этому обучают на обучении, которое вот сейчас люди проходят и принимают эти решения. Они готовы создавать команды, они готовы дублировать это, передавать дальше. И это тоже процесс. И этот процесс потому и для того, что мы уверены, что процесс Skyway, адресные проекты, их поддержка требует определенного качества инвесторов, определенного качества среды, обеспечивающей инвестиционные процессы. Не ходить с протянутой рукой, а иметь свои механизмы, свою среду, свою организационно-правовую структуру и так далее. И проницательность понимания человеческой природы, основных сходств и различий в людях существенность не знает ваш риск ошибки. Когда работаем с людьми, понимая сильные стороны партнера, игрока команды, его зоны роста и так далее, вы верно определите, на каком месте ему лучше всего быть в вашей команде. И это очень важно. Важно видеть, с кем мы работаем, кто перед нами, инвестировать силы и время в обучение, усиливающие сильные стороны. Я уже говорил об этом в прошлом принципе, развивающие их прирожденные способности. И это очень важно. Одно связано с другим. Вы видите, как один принцип связан с другим. 24-й принцип. Завтра всегда, а завтра всегда здесь и сейчас. То есть это тот же самый принцип, который в различных религиях и везде просматривается. И мы его приняли. То есть завтра всегда здесь, здесь и сейчас. Нет прошлого, нет будущего. Мы находимся конкретно здесь. Безотлагательность. Это значит, что завтра я сделаю или, ай, вот вчера было то-то, завтра будет то-то. Безотлагательность. Единственный момент времени, который мы реально переживаем, это сейчас. Если я сейчас не сделал, если я сейчас вам не сказал, завтра я этого уже не скажу, понимаете? И вчера я этого не сказал. Не довел до вас, не объяснил. Даже вот на таком простом примере это понятно. Творим сейчас и здесь. Отдаем свою энергию, отдаем свои знания, отдаем свою душу здесь и сейчас. Не завтра, приходи завтра, я тебе завтра душу отдам. Нет, это нереально. Ровно так и со всеми делами. Вот. В прошлом остались потерянные возможности. Пояснением идет к этому принципу, да? Никогда находившиеся в будущем, некогда находившиеся в будущем потерянные возможности. В будущем есть нейрализованные возможности. Сегодня. В момент сейчас есть пространство для создания желаемого будущего. Вот мы его, кто желает, кто понимает и создаем. Это очень важно, дорогие друзья. 24 принцип. 25 принцип. Время уже идет к концу. Так, 25. 25 принцип. Сотрудничество, действие на выигрыш и намеченный результат. Ну, все ясно. Мы действуем, усиливая и поддерживая друг друга. Мы взаимосвязаны друг с другом. Футбол самое ярко показывает это. Нет сотрудничества, нет выигрыша, нет намеченных результатов, нет голов. Точно так и здесь. На более таком, как бы, сложном уровне, но точно так же. Твой личный выигрыш на территории, за которую ты отвечаешь. Вот ты отвечаешь за эту территорию на футбольном поле, или на волейбольном поле, или на баскетбольном площадке, на баскетбольном площадке. Отвечаешь и выполняешь. Все. Это твой выигрыш. Ты там сделал лучшее. Ты свою территорию защитил. На которой ты ответственно дает шанс выиграть партнером. Если ты не сделал, ты свою территорию не проработал, ты ответственность не выполнил. Твой проигрыш имеет последствия. Он подрывает усилия других партнеров. И их возможность выиграть. Это очень важно. Казалось бы, тривиально. Но это надо понимать. Для чего этот принцип? Для того, чтобы, заигравшись, многие забывают. И тогда берут за два уха и говорят, давайте, посмотрите принцип. Сотрудничество 200 на выигрыш и намеченный результат. Прочитал. А, да, ты смотри, забыл. Надо делать. 26 принцип. Действуем с легкостью и юмором. Что я вам рекомендую? Это облегчает жизнь и обстановку. Создает комфортную атмосферу на работе. Проверено жизненным опытом. Могу это вам точно сказать. Вот. Иногда не хватает, как бы, последовательности. И тогда бывают очень такие больные моменты. Поэтому я уверяю вас, что напряжение исчезает сразу. Стресс даже у новичков. Форма взаимодействия влияет на ресурсное состояние менеджера и специалистов команды. Но это уже пояснение. Ясно. 27 принцип. Адекватная эмоциональность, адекватное мышление. Но здесь надо немножко подумать. Потому что в корне адекватной эмоциональности и адекватного мышления уходит необходимость принятия решения. И плоды адекватной эмоциональности, успешного мысления рождаются в намерении выиграть. Поэтому партнеры нашей команды, игроки высшей лиги, содействуют выбору в контексте принимаемого и выигрывающего, принимающего и выигрывающего, извиняюсь, принимает мяч и выигрывает, умеет адекватно принимать решение, пас туда или пас туда, сделать это действие или это действие, эмоционально, сдержанно и так далее. И тогда только совершенствуется именно искусство выигрывать, искусство получать результат, выходить на результат. И это очень важно. Мы плавно подходим к последним принципам. 28 принцип. Действенная, быстрая помощь тем, кто заблуждается, но желает двигаться вперед. В ситуации, когда партнер действует нерационально, либо использует подход, не приносящий пользы или не соответствующий КПИ, то есть ключевым показателем эффективности, имейте волю прервать погружение в проблему. Безразличие поддерживает проблемы. Можно смотреть со стороны, не показать, не признать, не повернуть его лицо в эту сторону, и это только усугубляет проблемы на будущее. Ключевой момент здесь, найти способ скоординировать поведение партнера, подыскать действующую альтернативу ненужным действиям, стратегиям блуждающего. Помочь. Вот на что это настраивать. 29 принцип. Умение сосредоточено на глобальных видениях и мелких деталях. Этого нам не хватает, и это очень важно. 30 принцип. Управленческая дисциплина. Управление командой фонда, а мы создаем мощный фонд, реорганизуемся, реструктурируемся в фонд, который будет поддерживать деятельность обеспечения, с одной стороны, адресных проектов, инженерно-техническое обеспечение, строительство и эксплуатации проектов, и, естественно, привлечение инвестиций. Это мощнейший финансовый центр, мы уже говорили об этом, это очень важно. Дисциплинированное управление ресурсами и обеспечение оптимальности и бережливости на всех уровнях. Мы это видим и в доме будущего фонда, который мы рассматриваем не один раз. Поэтому, дорогие друзья, мы плавно подошли с вами к 30 принципу, и это очень важно. Сегодня мы на этом завершаем. Я благодарю вас за терпение, за внимание, за понимание ситуации. Радует то, что в нашем сообществе есть целый ряд инвесторов, которые абсолютно понимают процесс и стараются в нем быть полезными, в первую очередь для себя и для нашего сообщества. Это очень важно. Желаю вам хорошего завершения недели, доброго здравия, накопления жизненных сил, чтобы гореть не только в этом проекте, вообще по жизни, в хорошем смысле этого слова. Быть полезными, в первую очередь, себе, своим близким. Берегите себя, своих близких. Строль сковей, спасай планету. Всего с... Продолжение следует...